всем привет сегодня хочу вам напомнить о таком мощном средстве по профилактике любых вообще вирусных заболеваний в том числе и коронавирусной инфекции как бани не понимаю почему сейчас все бани закрыты потому что это очень эффективное средство при температуре в парилке 80 градусов достаточно просто 15 минут там по находиться подышать вот этим воздухом и вирус полностью просто умер если он каким-то образом попал вам легкий потому что это зараза при температуре 40 градусов тут же деньги если у вас температура пониже 60 градусов ну то достаточно находиться 20 минут или полчаса вот я вообще на своих неких специальных семинарах иногда рассказываю про баню о том как правильно париться как работать веником том числе запуская более тонкие процессы и в этом видео хочу кратенько рассказать то есть прежде всего в бане нужно лежать зависимости от того чем выше полка находится тем регулируется температура то есть один человек может более большую температуру выносить при тренировке он соответственно ложится наверх кто-то ложится ниже просто для того чтобы несколько человек могли заходить и убирать свою первое правило в бане нужно лежать самое главное зачем мы находимся в бане для того чтобы в ней потеть потом из нашего тела уходят очень многие токсичные вещества некоторые выходят из нас только с потом особенно это касается людей которые очень часто мажут свои подмышки там дезодорантами всякими вот этими более там 24 защита это очень вредная вещь потому что тут блокируются поры и часть токсина не выходит а если он не выходит значит это все переходит в конце концов в более серьезное заболевание так вот греть баню более 60 градусов вообще большого смысла нету потому что наше тело оно всегда следит за температурой снаружи не выше 60 градусов а внутри не более 40 вот поэтому лучше нагреть баню до 60 лечь и полежать полчаса или ну вот сколько сможешь чем натопить там 90 градусов забежать там подать ковшик и выбежать через пять-десять минут смысла в этом вообще нет никакого еще раз говорю основной смысл потеть ложимся ноги стараемся поднять всегда выше головы проблема по ней в том что у нас голова очень быстро нагревается и вот это становится невыносимым поэтому всеми возможными способами голову нужно охлаждать шапка просто как самая простейшая защита мокрое полотенце мокрый веник как под холодной водой его замачиваем ложим под голову ложим сверху то есть задача как можно дольше находиться в бане и как можно сильнее пропотеть зашли первый раз вот сколько можем не надо пересиживать это не полезно вот как только под пошел заходите в душ и теплой или даже немножечко горячей водой вот этот весь под смываете себя после этого идете пить чай посидели немножечко отдышались но вот это тепло мы сохраняем поэтому когда мы выходим мы одеваем на себя халат или вот такими вот полотенцами себя окутываем что-то вот теплое наша задача вот держать вот это тепло чай попили горячей посидели немножко отдышались опять заходим ложимся и еще полчасика после этого та же самая процедура смываем под теплой или горячей водой вот не даем телу остывать люди не совсем понимают для чего идет ну вот это вот охлаждение вот этот контраст все просто как обезьянки повторяют это но смысла не понимают холодный душ мы принимаем или прыгаем снег воду только в конце банной процедуры таким образом то есть когда мы заходим в холодную воду у нас поры вот здесь сжимаются таким образом мы помогаем телу ну закрыть этот вот выброс и даем команду что все не нужно больше греться нужно ну как бы закрыть потому что если вы в холодный душ не сходите а после бани вы оденете какую-то одежду или что-то куда-то пойдете вы продолжите потеть а это нам уже ни к чему поэтому вот этот резкий контраст мы как бы закрываем ванную процедуру в процессе же когда мы заходим и выходим из бани вот этого делать нельзя ни в коем случае весь смысл теряется и я вообще рекомендую заходить где-то по три захода на там по 20 минут по полчаса кто вот сколько то есть лучше в парилке находиться подольше при невысокой температуре чем короткое время но при более высокой то есть смысла нет еще раз повторяю главная задача партии отдельная тема о том как в бане работать веником когда мы на камне поливаем водой на специальный камень вода испаряется очень мелкая мелкая дисперсионная фракция и вот эта фракция она очень полезна для эфирного тела скажем так то есть когда вот это облако пара у нас создается вся вот это вот тонкая оболочка вокруг нас она начинает ну как бы очищаться за счет вот этой мелкой фракции когда мы начинаем работать веником это вообще отдельная тема для разговора для того чтобы научиться парить нужно вначале научиться но вот чувствует некую силу потому что когда вот в процессе парения идет вот это вот работа вениками да там очень важно ну вот этот вот силовой процесс вот этот силовой поток вот через эти веники запускать вот то есть облако пара создается сверху и мы уже зачерпывая веником его оттуда направляем и туда куда нам но об этом как-нибудь следующий раз поговорим вот поэтому ребят сейчас я всем рекомендую в баню в целях профилактики сейчас как я уже говорил многие бани закрыты но есть частный сектор есть квартиры которые сдаются с парилками и в принципе кто ищет как говорится тот всегда найдет поэтому всем рекомендую особенно рекомендую тем ребятам планируют у нас скоро проект начинается по стихии стихия огонь то есть в бане плюс ко всему еще вот это вот стихия очень проявлен как раз этому создается с помощью нагрева камни вот этот вот внутренний жар или то что в егической традиции называется тапас то есть вообще если мы читаем ту же самую махабхарату да и индуистский вот этот эпос то там все вообще завязано на накопление тапаса все духовные практики там аскезы какие-то ретриты они все завязываются на то чтобы вот этот вот внутренний огонь вот этот вот жар накапливать так вот баня это как раз некая магическая машина которая позволяет ну вот этот тапас брать ну по сути в очень больших объемах то насколько ты вообще можешь взять насколько ты можешь его накопить ты вот приходишь и ты здесь вот напитываешься просто вот через нагрев вот но с помощью определенных практик вот это вот запитку тела вот этим огнем ее можно значительно усилить но как бы не будем сейчас вдаваться в эти подробности более подробно этом на курсе по работе со стихией поэтому ребят ходите в баню и будьте здоровы на сегодня у меня все всем пока увидимся в следующую среду